Как узнать характер человека по манере курить? Прочесть человека, как открытую книгу, можно по тому, как он курит. Психологи давно заметили, что люди своим поведением выдают то, что у них в голове. Проверьте своих знакомых. Если они курят, то вы можете узнать о них много интересного. Только уверенные в себе, позитивные люди, выпускают дым вверх. Пессимисты никогда не будут курить, поднимая голову высоко. Исключение бывает, например, если человек, который по жизни склонен расстраиваться по любому поводу, находится в хорошем расположении духа. Тогда он тоже во время курения будет выдыхать дым вверх. Когда он впадает в депрессию, голова снова опускается. Выпускает струю дыма вниз. Это значит, что человек чем-то озабочен или зол. Такие люди чаще всего негативно относятся к окружающим, действуют скрытно. Дым из уголков рта. Это хуже, чем выпускание дыма вниз. Привычка выпускать дым через уголки выдает хитрых особ. Если вы видите такое поведение курильщика, то примите это к сведению. Лучше им не доверять свои секреты, не рассказывать о слабостях. Скорость выпускания дыма. Чем быстрее человек выпускает дым, тем больше у него внутренней энергии. Она может быть как хорошей, так и плохой. Как мы писали выше, нужно учитывать и направление дыма. Если быстро выпускается дым вверх, то это говорит об уверенности в себе. Чем стремительнее поток, тем больше силы и позитива. И наоборот, чем быстрее струя дыма опускается, тем хуже и злее настроен человек. Дым идет через ноздри. Это говорит о высокомерии или сердитости. Если человек склонен к сочувствию, уважению к другим, он не будет выпускать дым носом. Во время беседы. Если во время беседы человек выдыхает дым в вашу сторону, он вас считает близким. Если сильно отдаляется во время курения, видит вас с соперником. Однако это правило можно поставить под сомнение. Все зависит от воспитанности человека. Быть может, он не хочет на вас дымить. Во время покупки авто. Часто люди закуривают сигарету, когда оценивают автомобиль. Перед покупкой. Если потенциальный покупатель выпускает дым вверх во время разговора с владельцем, ему понравилась машина, если вниз, он ее не купит. Скрещивание ног. Если человек во время курения скрещивает ноги, он переваривает в своей голове то, что с ним недавно произошло. В эти минуты ему не хочется разговаривать. Он желает побыть наедине. Сам с собою. Плевки на асфальт. Это скрытая агрессия. Такого человека что-то или кто-то нервирует. Также такое поведение свойственно подросткам, поскольку им в новинку неприятный вкус сигарет. Слюной они избавляются от него. Кому было полезно, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!